Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Рабочий визит заместителя министра образования Московской области Ильи Бранштейна в Лопатинскую школу. Когда эта школа только готовилась к открытию, мы уже тогда обсуждали реализацию здесь концепции школы как центр социума. Территория между деревнями Калиновка и Сопронова в будущем превратится в благоустроенный парк. Мы очень надеемся, что это объединит обе деревни, мы тут все подружимся. Поэт и писатель Юрий Егоров отмечает юбилей. Жанр сказок, он очень популярен, потому что о некоторых вещах ты не можешь говорить прямо. Всероссийский проект «Читающая школа», центр цифрового образования детей IT-куб, множество программ дополнительного образования и все это в обычной общеобразовательной школе в Лопатина. Еще до ее открытия было решено реализовать здесь концепцию школы как центр социума. С рабочим визитом учебное заведение посетил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бранштейн. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Два спортивных зала, большой актовый зал на 400 мест, просторные светлые классы, яркие коридоры и множество программ дополнительного образования. За это любят Лопатинскую школу местные жители всех возрастов. Школа активно участвует в федеральных образовательных проектах, которые курирует Министерство образования Московской области. Проверить, как идет их реализация, приехал первый заместитель министра образования Московской области Илья Бранштейн, а также глава муниципалитета Алексей Спаский. Когда эта школа только готовилась к открытию, мы уже тогда обсуждали реализацию здесь концепции школы как центр социума. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» создается вот этот центр новых цифровых компетенций – IT-куб. Тогда мы предложили сделать это именно здесь, в Лопатинской школе. Высокие гости отправились на экскурсию в открывшейся в начале сентября в стенах школы Центр цифрового образования детей IT-куб, где поговорили с преподавателями и школьниками, а также сами почувствовали себя в роли учеников. Здесь сейчас их пока базовые настройки, а так можно измерять расстояние, помогать себе в движении. В IT-кубе шесть направлений – основа программирования, разработка мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника, системное администрирование и кибербезопасность. По всем направлениям уже начались занятия. «Энкодер – это устройство, которое позволяет проводить замеры в режиме реального времени, насколько повернулось колесо, с какой скоростью и в каком направлении». Полученные в IT-кубе знания в дальнейшем помогут ребятам поступить в профильные вузы и получить востребованные и перспективные профессии программиста, системного администратора, специалиста по информационной безопасности. Кстати, заниматься в IT-кубе могут не только учащиеся Лопатинской школы, но и другие юные жители Ленинского городского округа. «Мы сегодня посмотрели занятия на Читы, пусть на начальной стадии, но они на Читы. И надо отметить, что это всего второй такой IT-куб в Московской области, поэтому мы в какой-то степени пионеры». Работают в школе и другие федеральные проекты. К примеру, в конце прошлого года учреждение вошло во всероссийский проект «Читающая школа». Теперь здесь есть мамина комната, где ученики начальной школы после уроков могут послушать детские рассказы и сказки, которые им читают родители. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видно этого. Территория между деревнями Калиновка и Сопронова в будущем превратится в благоустроенный парк. Сейчас местность очищают от мусора. Долгие годы здесь находилась несанкционированная свалка. Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин встретился с местными жителями, чтобы рассказать о планах создания «зеленой зоны». Подробности у Юлии Пагасьян. Экология и охрана окружающей среды – одни из приоритетных тем для местной власти. Очищение рек или ликвидация свалок – дело затратное, поэтому в некоторых случаях приходится прибегать к помощи инвесторов. Так получилось и с этим участком между деревнями Калиновка и Сопронова. Территорию ближе к трассе М4 Дон отдали в долгосрочную аренду под бизнес. Остальную землю предприниматели обязали привести в порядок. Еще около двух лет назад этот участок в деревне Сопронова был засыпан горами мусора. Сейчас с приходом инвестора территория очищается и, быть может, скоро мы увидим красивый парк. Творился практически беспредел с территорий разных Москвы и других сопредельных территорий. Сюда завозился практически мусор, даже не бой, то есть реновация, а просто мусор, экологические отходы. Мы приняли меры вместе с правоохранительными органами, прекратили путем арестов, арестов техники и всего, прекратили это безобразие. И беда в том, что в результате их действий было нарушено русло реки Бица. То есть она практически начала подходить уже, собственно говоря, к нашей трассе М4 Дон. Работы у инвесторов не на один месяц с проектом Минэкологии Московской области определили подрядчика, который сегодня пытается вернуть русло реки на историческое место. После предстоит еще укрепить берега. В рамках этого же договора необходимо благоустроить пустырь, где была свалка, и не допустить сброса новых отходов. В рамках мониторинга планируется поставить рамку с камерами, чтобы мы могли просматривать, какие машины заезжали, какие машины, может быть, хотят по ночам выгружаться здесь. И выведем это в общий доступ в онлайн-режиме, чтобы могли жители посмотреть в любое время, какие машины едут, что везут и так далее. Пустырь выровняют чистым грунтом, чтобы приступить к посадке деревьев. При дальнейшем благоустройстве будут учитываться пожелания местных жителей. Сегодня мы уже услышали много предложений от жителей, в том числе и чат. Пригласить сюда молодых специалистов, ребят архитекторов будущих, которые могли бы нам, собственно говоря, поучаствовать вместе с нами активно в разработке концепции вот этого места. Люди хотели бы видеть здесь полноценную зону отдыха, освещенную с беседками и лавками. Мы очень надеемся, что это объединит обе деревни, мы тут все подружимся. И очень надеемся, что нам здесь еще делают такую зону отдыха, где мы будем проводить мероприятия и праздники. Проект небыстрый. По предварительным оценкам займет больше года. Но результат того стоит. Здесь давно требовались глобальные перемены. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В последнее время в СМИ появилась информация о деятельности мошенников, которые представляются работниками различных служб ЖКХ, а также лжеинспекторами пожарного надзора. Сегодня мы поговорим об этом с главным государственным инспектором Ленинского городского округа по пожарному надзору, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергеем Дешкиным. Сергей Владимирович, добрый день. Добрый день. Расскажите, какая ситуация на сегодняшний день с этими лжеинспекторами и другими мошенниками? Знаете, действительно, в последнее время на территории Московской области возобновились случаи мошеннических действий со стороны неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками пожарного надзора МЧС России и требуют у предпринимателей, у руководителей организаций, вымогают денежные средства путем того, что, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России, сообщают о проведении внезапной днеплановой проверки, о том, что в случае выявления нарушения требований в области пожарной безопасности влечет большие штрафные санкции, которые будут непосильны для оплаты предприятию и вплоть до увольнения сотрудников. В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступают звонки от неустановленных лиц, которые представляются сотрудниками МЧС России, государственного пожарного надзора. И в угрожающей форме сообщают руководителям предприятий о предстоящей проверке в области пожарной безопасности и в случае непрохождения данной проверки, о больших штрафных санкциях после проведения данной проверки. Якобы уже выехали сотрудники МЧС России на место проведения проверки и в течение 30-40 минут приедут для осмотра, фото- и видеофиксации нарушений, которые возможно выявить на предприятии. Очень сильно воздействует тем самым психологически на руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей. Подобные факты фиксировались нами, были зафиксированы в июне-августе 2019 года и в мае-сентябре текущего 2020 года. Мы регулярно размещаем информацию по теме «Осторожно, мошенники» на сайте администрации Ленинского городского округа, а также в газете «Видновские вести» озвучиваем данное предостережение при совместных совещаниях, встречах с медицинсообществами Ленинского городского округа. Напомню, что действия должностных лиц органов пожарного надзора регламентированы законодательством Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, во-первых, как можно защититься от таких возможных действий со стороны мошенников? И о каких суммах идет речь? Вот они, допустим, грозят штрафами. Насколько это сильно может ударить по карману предпринимателей? Дело в том, что мошенникам важен фактор времени. Им нужно срочно, сейчас, быстро, чтобы руководитель организации не успел понять, что происходит, и спокойно осознать происходящее, подавшись на уловку, перечислить денежные средства либо на телефонный номер, либо на банковскую карту. Денежные суммы от 30 до 50 тысяч варьируются тем, что за непроведение проверки либо проведение проверки без нарушений сумма в денежном вознаграждении должна содержать от 30 до 50 тысяч, как показывает практика. Ну, смотрите, пожарный надзор – это же официальная организация. Как можно просто деньги перевести на карточку, условно говоря, но это же должна сразу закраситься мысль, что это какой-то развод, по большому счету, если можно так выразиться. Да, конечно, без сомнений. То есть каждый человек должен понимать, что МЧС – это государственная структура, политика нашего министерства – это максимальная открытость перед гражданами, перед индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами. Поэтому у нас, соответственно, плановые проверки проводятся. Перед проведением плановой проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане уведомляются за не менее чем за трое суток до проведения плановой проверки. Хочу также сообщить о том, что в 2020 году в связи с пандемией плановые проверки отменены полностью Государственного пожарного надзора. При проведении внеплановых проверок, любых внеплановых проверок, юридическое лицо, граждане, индивидуальные предприниматели уведомляются о такой проверке не менее чем за 24 часа до ее начала. Уведомляются путем вручения распоряжения, которое содержит свой порядковый номер распоряжения, в котором указана дата начала, дата окончания проведения проверки. Как правило, это не менее 20 рабочих дней, и ни о какой-то быстроте проверки речи быть не может по факту. Данное распоряжение имеет печать и подпись руководителя, либо заместителя руководителя надзорного органа. И заключительный вопрос. Если поступил уже такой звонок, вот вы говорите 30 минут, за эти 30 минут какие действия должен сделать предприниматель, чтобы предотвратить факт мошенничества? Ну, прежде всего, нужно не поддаваться панике. Никакой паники. Пожарный надзор – это открытое ведомство, МЧС – открытое ведомство, которое всегда придет на помощь. Это в первую очередь. У нас предотвращение, спасение, помощь. Необходимо выяснить у звонящего фамилии, имя, отчество его, каким именно руководителем он является, какая проверка, вид проверки уточнить. И, соответственно, потребовать данное распоряжение по средствам электронной почты, либо посредством WhatsApp, фотографирования и так далее. То есть прислать для того, чтобы руководитель предприятия, либо индивидуальный предприниматель мог убедиться, что действительно это проверка, законодательная проверка в области пожарной безопасности надзорным органам. Обычно на этом этапе, если задают такое большое количество вопросов по проверке, значит, мошенники, они переходят в грубую форму общения, начинают все больше и больше угрожать. Сотрудник МЧС себе такого не позволяет, соблюдая кодекс этики МЧС и кодекс чести. При возникновении подозрения о мошенничестве необходимо позвонить. Позвонить можно по номеру 8 498 505 41 70 на телефон доверия Главного управления МЧС России по Московской области уточнить, действительно существует ли такая проверка, действительно ли она организована. Также, если речь идет о территориальных отделах надзорной деятельности, профилактической работы по городским округам Московской области, на сайтах администрации, в интернете есть все необходимые номера, по которым можно позвонить именно в тот отдел надзорной деятельности по городскому округу, по которому можно уточнить о предстоящей проверке действительности ее и законности. Большое спасибо за эту важную информацию. Я напомню, что у нас в гостях был главный государственный инспектор Ленинского городского округа по пожарному надзору Сергей Дешкин. Писатель Юрий Егоров, член литературного объединения имени Шкулева и развилковского литора «Ифма плюс», автор более 200 сказок и рассказов, 24 сентября отмечает свое 60-летие. Писатель широко известен не только жителям нашего округа, но и по всей стране, и даже за рубежом. Накануне юбилея наша съемочная группа побывала в гостях у писателя. Свой первый рассказ Юрий Егоров написал в 11 лет под впечатлением от творчества Жуля Верна. Он назывался «Плавучий остров». С тех пор литература сопровождает его всю жизнь. Последние годы как-то так получилось, что литература все остальное отодвинула, даже на какой-то момент отодвинула мою основную профессию, где я, в общем-то, был человеком успешным. Но вот в этот момент я почувствовал, что это необходимость заняться творчеством. Сейчас Юрий Николаевич член Союза писателей России, участник литературного объединения имени Шкулева и развилковского «Лито Рифма Плюс», автор пока еще незаконченного романа, четырех повестей и более двухсот сказок и рассказов. Жанр сказок, он очень популярен, потому что о некоторых вещах ты не можешь говорить прямо, но тогда ты говоришь устами своих сказочных героев. Спрос уже с них тогда происходит. В литературной среде его называют волшебником. Об этом говорят и названия его рассказов. Во многих из них присутствует слово «волшебство». Герои всех моих историй, они имеют конкретные прототипы. Но это не значит, что я пишу о конкретном человеке. То есть закладывается информация в твое сознание, ты подмечаешь в человеке какие-то важные черты характера. ты замечаешь какие-то важные события, когда человек должен, как я уже сказал, сделать какой-то важный для себя поступок. И уже дальше это все в твоем мозгу как-то срастается. Ты героям даешь имена, ты героев помещаешь, допустим, в ту же сказочную обстановку, и вот так вот рождается рассказ. Книги писателя в продаже найти достаточно сложно, но познакомиться с его произведениями можно в социальных сетях. Это еще и прекрасная возможность привлечь читателей из других стран. Ты понимаешь, что твое творчество нравится, оно имеет своих поклонников, и тебе хочется дальше продолжать развивать свои идеи, раз они находят отклик в сердцах людей. Юрий Николаевич вот уже 18 лет живет в деревне Дроздова. Практически каждый месяц проводит творческие встречи в библиотеках нашего муниципалитета. Я режимник. То есть я знаю, когда я буду писать. Вот как футболист, он знает, когда будет проходить матч. Он готовится к матчу. Я знаю время, я знаю день, я знаю, что мне надо, как себя вести накануне. Но вот как спортсмен, такая тренировка. Юрий Егоров дважды становился дипломантом областной литературной премии имени Пришвина, лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Но особенно гордится победой на фестивале Гоффмана с рассказом «Оленья охота короля Витольда» по мотивам картины Лукаса Кранаха-старшего. Интересно, что вдохновение пришло к автору в очереди на прием к стоматологу. Там были разложены альбомы с картинами художниками. Привлекла неизвестная мне фамилия. И когда я увидел вот эту картину Лукаса Кранаха-старшего, в мозгу родилась почти сразу эта сказка. Я сел в кресло к стоматологу и сказал «У вас 15 минут, потому что после этого я должен торопиться домой, чтобы записать сказку». 24 сентября герой нашего сюжета празднует свое 60-летие. В ближайших планах писателя организация второго литературного рождественского фестиваля. Он проходит в социальных сетях. Для этого создан специальный ютуб-канал. В фестивале принимают участие авторы из разных стран. И это станет большим подарком к собственному юбилею. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. У жителей города Видное Дениса Феоктистова довольно необычное для мужчины хобби. Он вышивает. Причем делает это на довольно высоком профессиональном уровне. Но и он, и множество его коллег только участвуют в выставках и картины свои не продают. Почему об этом узнал Максим Козлов? Денису Феоктистову не чужды и традиционно мужские хобби. Например, он заядлый рыбак. Но все же главное место в его душе занимает вышивка. А увлекся ею Денис, как это часто бывает, совершенно случайно. После школы появилось много свободного времени. нужно было чем-то занять. Родная тетя привезла журнал по вышивке. Говорит, хочешь попробовать? Попробовал, понравилось. Переросло вот в такое большое увлечение. Денис работает в ресторанном бизнесе и имеет множество других увлечений, а потому признается, что на вышивку тратит только по 2-3 часа в день. Много времени проходит, прежде чем мастер сможет насладиться плодами своего труда. В среднем где-то от полугода, в зависимости от сложности работы. И до? Ну, там уже некоторые люди и годами шьют. Есть такие работы, которые по 2-3 года шьются. За всю свою карьеру вышивальщика, а это почти 15 лет, Денис сделал более 50 картин. Естественно, все они разные сложности. Иногда в вышивке приходится использовать более 250 различных оттенков. Но чем сложнее работа, тем интереснее и тем дороже она становится впоследствии мастеру. Это по картине Джона Уильяма Бугро «Ангел и бабочка». Была как бы вторая многоцветка, которая отшивалась вообще. Вот именно на самой мелкой конве. И как долго вот над ним работали? Это было, по-моему, где-то, наверное, месяцев 6,5. Это точно. Денис не продает свои творения. Говорит, что оценить по достоинству затраченную на каждую картину работу, как правило, никто не готов. Продают это единицы, потому что продать за ту сумму, которую ты хочешь, это крайне тяжело. Как бы кто выставлял просто даже выставки проходили большие многоцветки. Люди просто ставили на большие работы по многоцветкам просто миллион. Чтобы не мучили вопросами, сколько это стоит. Денис отмечает, что до совершенства ему пока далеко, а потому он не устает учиться. В век интернета общаться с единомышленниками проще простого. И среди них, кстати, немало представителей сильного пола. Мужчин достаточно много. Общаемся в основном на вышивальных форумах. Те же самые группы ВКонтакте есть, которые специализируются на вышивках, на многоцветных вышивках. Так что общение идет полным ходом. Работы Дениса можно увидеть на многочисленных выставках, которые проводятся в Ленинском городском округе. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова